Воспитание детей — это настоящее искусство. Мы можем вспомнить разных великих педагогов. Антона Семёновича Макаренко, Льва Семёновича Выгодского, Василия Александровича Сухомлинского. Знания психологии и методов обучения детей очень важны. Однако, прежде всего, необходимо любить детей и относиться к ним с пониманием. Именно об этом писали все вышеперечисленные педагоги. Антон Семёнович Макаренко Антон Семёнович Макаренко родился в 1888 году в городе Крюкове. С ранних лет он очень любил читать. Его интересовала литература, социология, астрономия и другие науки. В 17 лет Макаренко окончил железнодорожное училище, затем стал там преподавать. В 32 года он возглавил колонию для малолетних преступников. В 1920 году на территории СССР насчитывалось около 7 миллионов таких детей. Вскоре после работы с ними Макаренко понял, что обычные методы воспитания этим ребятам не подходят. Однако, Антон Семёнович Макаренко всё-таки смог завоевать доверие юных подопечных. Как же ему удалось это сделать? У Макаренко были свои педагогические принципы, которые помогли ему найти подход к трудным детям. Во-первых, он не проявлял к ним негативного отношения, не считал детей дефективными, по-доброму относился к ним. Он не пытался исправить малолетних преступников, а рассказывал им о преимуществах честной жизни. Макаренко учил ребят принимать ответственность за свои поступки. Главную роль в его педагогической системе играли труд и коллективизм. Сначала ребята выращивали овощи и фрукты, чтобы прокормить себя. Затем уже стали работать на производстве и даже получать зарплату. Важное значение в жизни ребят имел коллектив, в котором была своя иерархия, но вместе с этим он был построен на принципах демократии. Макаренко так говорил о своих методах воспитания. «К нам приводят запущенного парня, я делаю из него человека». В большинстве случаев дети, пребывающие в колонию, были безграмотны, не умели ни читать, ни писать. Однако у них уже был определенный жизненный опыт и практическая смекалка. Эти ребята уже многое успели пережить. Они ездили в поездах и на пароходах, работали в типографии, служили на фабрике. Средняя продолжительность пребывания в колонии составляла полтора-два года. И за это время колония обязана была дать воспитаннику не только грамотность, она должна все богатство, практического опыта, весь огромный запас сил, уже закаленных в жизненной борьбе, притворить в систему ясных представлений о мире и о возможностях в мире. Педагогическая поэма – одно из значимых произведений Антона Семеновича Макаренко. В нем он рассказывает о своей воспитательной работе в детской колонии в селе Ковалевка. Один из героев книги – Семен Карабанов. У него был настоящий прототип с похожей фамилией – Колобалин. С ранних лет он промышлял воровством и попрошайничал. Покаренко с уважением и с доверием относился к нему. На собственном примере показывал, как важно быть добрым и честным. В результате Колобалин стал известным разведчиком и талантливым педагогом. В 1955 году вышел одноименный фильм Алексея Москлюкова и Мячеслава Маевской. Макаренко в этом фильме сыграл Владимир Емельянов, а Карабанова – Юлиан Панич. Лев Семенович Выгодский Лев Семенович Выгодский больше известен как психолог, однако он сделал очень многое и для педагогики. Кроме того, он был и преподавателем русского языка и литературы. В 1924 году его пригласили в Московский институт экспериментальной психологии. Там же он создал культурно-историческую психологическую школу. Он предложил понятие «зона ближайшего развития». Это уровень, на котором ребенок может выполнять те или иные действия совместно со взрослым под его присмотром. Также есть актуальная зона развития, где ребенок уже сам может совершать определенные действия без помощи взрослого. Выгодский писал о том, что интерес – это естественный двигатель детского поведения. Именно он указывает на то, что деятельность ребенка совпадает с его потребностями. Поэтому основное правило построения системы обучения и воспитания строится на учтенных детских интересах. Вот как он пишет об этом. Психологический закон гласит, прежде чем ты хочешь призывать ребенка к какой-то деятельности, заинтересуй его ею. Позаботься о том, чтобы обнаружить, что он готов к этой деятельности, что у него напряжены все силы, необходимые для нее, и что ребенок будет действовать сам. Преподаватель же остается только руководить и направлять его деятельность. Лев Семенович Выгодский подробно писал о таких психических процессах, как память, внимание и воображение. Выгодский подчеркивал, что от внимания зависит вся картина, воспринимаемого ребенком мира и самого себя. Также он писал о том, что запоминание того или иного материала зависит от эмоциональной окраски и от цели. В старой школе запоминание было механическим, бессмысленным. Его цель состояла лишь в том, чтобы верно ответить учителю на уроке. Задача же учителя состоит не только в том, чтобы передать ученикам определенную информацию, но и вызвать у них эмоциональный отклик. Вот такой цитатой можно охарактеризовать данный принцип. Я помню это потому, что это поразило меня в детстве. Василий Александрович Сухомлинский Василий Александрович Сухомлинский родился 28 сентября 1918 года в селе Васильевка Кировоградской области в простой семье. Его отец был плотником, а мать – крестьянкой. Он разработал свою педагогическую систему, в основе которой лежит гуманизм и уважительное отношение к ребенку. Василий Александрович Сухомлинский является автором книги «Сердце отдаю детям». Там он рассказывает о важных принципах воспитания дошкольников и младших школьников. В этой книге он пишет о том, что детство является важным периодом в жизни ребенка. Именно в дошкольном возрасте формируется характер, мышление и речь человека. Сухомлинский всю жизнь проработал в сельской школе. Там он видел, что первоклассники приходят в школу с большим интересом, с воодушевлением изучают новые предметы, безгранично доверяют своему первому учителю. Но затем они уже без особого энтузиазма ходят в школу, а для некоторых детей учение превращается в мучение. Сухомлинский полагал, что роль учителя заключается не только в передаче знаний, но и в воспитании личности. Детей необходимо научить думать, наблюдать, анализировать, а также учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. Именно тогда ребята сами начнут тянуться к знаниям. Большое внимание Сухомлинский уделяет не только школе, но и семье. В книге «Сердце отдаю детям» он пишет о том, что ребенок — это нравственное зеркало родителей. Самый большой недостаток в воспитании детей — это эгоизм родителей, а гипертрофированная любовь к детям или, наоборот, пренебрежительное отношение к ним всегда оборачивается большим несчастьем. Также Сухомлинский писал о важности труда, творчества и любви к природе. Он придумал для ребят школу радости, где они могли не только получать знания, но и творить. Сухомлинский проводил свои занятия не только в кабинете, но и на свежем воздухе. Дети гуляли по виноградной аллее, ходили в лес. Там дети рисовали, рассказывали сказки и даже спасали больных животных и птиц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова